Одесская инфекционка за все время карантина приняла более 150 стационарных пациентов с COVID-19. Сейчас в медучреждениях от вируса лечится 36 человек. Пятеро находятся в тяжелом состоянии, но не требуют искусственной вентиляции легких. Еще у 78 подозревается коронавирусная инфекция. За сутки в городе диагностировали три новых случая заражения. Болезнь не обошла стороной. Медперсонал инфекционной больницы. Часть медиков находится на стационарном лечении. По словам главного врача, все сотрудники работают в очень тяжелых условиях. Но помощь социально-ответственного бизнеса помогает врачам не падать духом. Никто не ожидал, что это примет такие размеры. Поэтому нам стали поставлять большое количество защитной одежды. И благодаря тому, что у нас было большое количество защитной одежды, два месяца сотрудники инфекционной больницы держались, и у нас не было ни одного заболевшего. До начала мая, в начале мая у нас заболело сразу несколько сотрудников. У нас заболело всего в больнице 10 сотрудников. Из них трое – это врачи. На стационарном лечении сейчас два сотрудника. Остальные сотрудники уже выписаны. Часть сотрудников выздоровели. Два сотрудника еще заканчивают лечение в амбулаторных условиях. Но очень много помогли инфекционной больнице. Они обеспечили их обедами. Мало того, что это очень вкусно. Кроме того, в каждый пакет с обедом для сотрудника, на дне каждого пакета, была трогательная записочка с пожеланием в скорейшее завершение этой ситуации сложной. Горячими обедами инфекционную больницу снабжали весь период карантина. В качестве гуманитарной помощи онлайн-ресторан ежедневно привозил вкусную разнообразную еду. А чтобы подбодрить медработников, которые работают на износ, в каждом пакете находилась маленькая записка со словами поддержки. С середины марта по сегодняшний день было приготовлено и доставлено в больнице города Одесса и Черноморска более 7 тысяч комплексных обедов. В них входило первое, второе, салатик и напиток. До 300 тысяч гривен было потрачено инвестиции, инвестировано в помощь непосредственно больницам. Мы помогали инфекционной больнице на Пастера, Черноморская больнице, пункту скорой помощи в Черноморске и детской больнице на Воробьево уже с апреля месяца начали помогать.